Возродить предприятие и обеспечить людей работой. Такие задачи ставит областная власть перед новым руководителем и сотрудниками Запорожграждан проекта. В компании сложилась непростая ситуация, говорят в обл. администрации. Отмечают, часть работников попала под сокращение, а предприятие выставили на продажу вместе с архивом, в котором хранится важная для региона информация. Подробности в сюжете. Проблемы на предприятии Запорожграждан проекта начались несколько лет назад, говорят сотрудники. Рассказывать на торги было выставлено само здание и архив государственного проектного института. Таким образом информация обо всех запорожских сооружениях и коммуникациях могла попасть в неизвестные руки. Чтобы не допустить этого, представители областной власти вместе с сотрудниками СБУ приостановили торги. Вместе с службой безопасности Украины мы возбудили уголовное производство, остановили торги. Мы прекрасно понимаем, что целью ликвидации данного коллектива, данного института, это было это здание, за которым стоят некие силы, которые хотели это все успешно приватизировать. В рамках уголовного производства остановлены торги. В рамках уголовного производства приостановлена вся та беззаконная деятельность и коррупционная составляющая. На сегодняшний день у нас есть понимание с Министерством регионального развития о передаче данного института на баланс облсовета. Об этом представители областной власти сообщили сотрудникам предприятия во время выездного совещания. Также на встрече коллективу представили нового руководителя Запорожграждан проект. Компанию возглавит Елена Кашуба. Работники института одобрили такую кандидатуру. Два года это был длинный путь, конечная цель которого была сохранение государственного предприятия. Нам удалось сохранить часть коллектива, но к сожалению часть коллектива была вынуждена уволиться, это пенсионеры. В свою очередь в обл администрации говорят, необходимо наладить работу по ликвидации искусственно созданных долгов предприятия. Также в будущем для получения прибыли институт сможет сдавать часть здания в аренду. Вырученные средства будут направлены на восстановление помещений и прилегающей территории.